приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание лунному и народному календарю на 17 сентября поговорим о том какой сегодня великий праздник нас ждет по церковному календарю также поговорим что нас ожидает по народным приметам и выделим внимание лунному календарю потому что именно 17 сентября достаточно сильный и мощный день в этом лунном месяце обязательно досмотрите это видео до конца и много вы узнаете полезной важной и нужной информации для себя а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации и так друзья сегодня 17 сентября по народному календарю у нас лука в день день вавила также праздник и божьей матери иконы неопалимая купина и день вавила согласно церковному календарю в эту дату чествует икону богоматери неопалимая купина а также чтят память священномученика вавилы антиохийского в этот день в православной церкви совершается празднование в честь иконы божьей матери неопалимая купина и она установлена в память святого пророка моисея увидевшего купину так назывался терновый куст охваченный пламенем который чудом не сгорел это видение восприняли как знак спасения человеческого рода сыном божьим родившимся от девы марии и целосохранившим ее приснодевство народе по традиции 17 сентября отмечают луков день названный так потому что сегодня принято убирать лук на огороде считалось что икона неопалимая купина защищает от небесного и бытового огня поэтому наши предки молились ей чтобы она охраняла избу и скотный двор от пожаров кстати если вдруг он случился то обязательно выносили эту икону и обходили с ней вокруг горящего здания говорили что эта икона может наслать молнии и гром а также огонь и град летящие с неба поэтому 17 сентября старались не огневить богородицу своими проступками перед иконой молились и для того чтобы защитить своих близких от себя от разных болячек вставали с позаранку не умывались и шли в храм где стояли утреннюю службу после которой и обращались за помощью к матери божией выходя из храма подаяние не давали и в течение дня никому ничего не одалживали а вот мужчины 17 сентября просили о помощи святого вавилу который покровительствовал домашнему хозяйству после шли осматривать стога и сеновалы в народе верили что если вилами пошевелить сено то вся нечисть разбежится и не сможет навредить скотине после осмотра сеновалов выходили с вилами во двор и махали на все четыре стороны считалось что так можно изгнать со двора темную силу чтобы она впредь не проказничала согласно народному поверью если вилы на что-то твердое наткнуться это говорило о том что в сене в сене сидит кумуха это лихорадка которая обычно представляется в виде женщины с огромными зелеными глазами при себе у нее всегда была трава бесплодница которой она одурманивала семейные пары и те не могли зачать ребенка если кумуху не выгнать то она и не вернется к своим одиннадцати сестрицам которые живут на болоте в избе без крыши станет лихорадка всем вредить никому покоя давать народные приметы предупреждают что 17 сентября в день вавилы нельзя делать любые важные и ответственные дела дело в том что в этот день по земле бродит нечисть которая забирает добро и раздающее зло именно по этой причине 17 сентября не стоит никому помогать поскольку помощь может обернуться против самого помощника также 17 сентября не стоит ссориться и выяснять отношения тем более с теми кто сам провоцирует скандал потому что за ликом депашира может скрываться нечистая сила к вытягивающая у людей в которые вступают с ней в спор все физические и моральные силы также 17 сентября нельзя было давать кому-либо деньги даже милостыню нищим так как их облик часто принимает нечистая сила по этой причине в день вавилы не рекомендуется даже смотреть просящим глаза потом проблем не обернетесь как с деньгами так и на работе 17 сентября нельзя было посещать и людные места а также ходить по гостям и призвать к себе так как могли сглазить что-то подкинуть или сделать подклад и начнут тогда вас беспокоить разные болезни и страхи от которых невозможно будет избавиться самостоятельно нельзя в день вавилы ревновать и не доверять своей второй половинке сегодняшний конфликт может стать причиной разрыва даже длительных отношений не говоря уже а те которые начались недавно не рекомендуется 17 сентября и надевать темные вещи они могут притянуть к вам горести и печали сегодня нужно носить яркую и символичную одежду мечтающим о любви стараться носить красных тонов а если вы думаете о деньгах о финансовой стабильности зеленую а если вы хотите выздороветь чтобы у вас все было хорошо со здоровьем носите радужную а интуиция ваша вам подскажет что лучше всего пойду подойдет для реализации задуманного в день вавилы не стоит зажигать свечи ради забавы иначе не избежать пожара поэтому даже запланированный романтический вечер желательно сегодня провести без свеч далее друзья у нас с вами лунный календарь на 17 сентября 2021 года сегодня 11 и 12 лунные сутки растущая луна в знаке зодиака водолей сегодня достаточно энергетически сильный день когда приветствуются любые переменные в жизни но это будет только при в при том условии что речь идет о хорошо проработанных проектах сегодня достаточно хорошо если вы будете принимать гостей и приглашать и к себе домой но только тех людей в которых вы уверены и знаете что они несут вам добро ваш дом и вашу семью также сегодня старайтесь проводить побольше консультации если вы работаете в сфере консалтинга занимайтесь обязательно духовными практиками это откроет вам новые пути к просветлению а также старайтесь сегодня проводить различные ритуалы особенно те которые касаются привлечения денег изобилия богатства благополучия здоровья благоприятность сегодня начинать ремонт переезд строительство любые начинания но в том случае если вы осознанно подходите к этому в работе возможны конфликты на пустом месте поэтому лучше избегайте сегодня выяснение отношений день удачный будет особенно для тех людей кто сегодня строит долгосрочные планы обращаем ваше внимание что у многих людей по лунному календарю сегодня возможны перемены финансовой сфере и это в хорошую сторону также вы сегодня не можете столкнуться с неожиданными тратами на которые вы не планировали но если вы изначально продумаете все свои расходы на этот день то все пройдет удачно не стоит также давать деньги взаймы так как велика вероятность что вам их просто не вернут в течение дня возможное знакомство с влиятельным человеком который может привести вам вас к новым каким-то перспективам и к новым проектам во второй половине дня ваши планы могут нарушить родственники причем они будет делать это возможно намеренно поэтому чтобы избежать разногласий лучше не посвящайте родственников близких близких людей свои дела о всех своих новостях проектах можете сказать уже в другой день а вот сны сегодняшние будут показывать вам внутренние ваши противоречия которые у вас могут быть и проявляться в реальности также сегодня обязательно действуйте уверенно напористо не бойтесь никого и ничего выполняйте просьбы как только то с которыми к вам обращаются люди и открывайте возможность обязательно обратиться к всевышнему с какой-то самой очень важной сокровенной просьбой и всевышний ответит вам соответствии с той просьбой с теми словами которые вы будете просить и вы со временем это все исполнится поэтому если вы будете искренним и правдивым то действительно получите просимое при этом попросить при этом то что вы просите будет осуществлено самое ближайшее время обязательно попросите у бога сегодня помощи если вы стоите перед какой-то затруднительной ситуации и тогда вашей жизни не будет никаких ограничений и заслонов обращаем ваше внимание что сегодня неблагоприятный день для финансовых инвестиций именно в сомнительные проекты потому что ситуация складываться непредсказуемо и не вожу не вашу пользу при этом вас будет такое впечатление что вы одели розовые очки и будете все видеть только в красивом ярком свете вы же будете день видеть как вы деньги зарабатываете как у вас вам зачисляет на карточку дивиденды проценты роялти и так далее но в реальности вот в понимании если вы уже после заключения договора поймете что вы изнотворили что вы сделали то уже обратной дороги не будет поэтому если вы чувствуете хоть на один процент вы не уверены в этом отказываетесь далее друзья сегодня у нас луна в знаке зодиака водолей поэтому сегодня обязательно уделите время именно выполнению какой-то вот рутинной работы и это поможет вам получить заслуженную награду и даже со временем продвижения по карьерной лестнице особое внимание обратите на здоровье если есть возможность займитесь спортом и постарайтесь больше времени провести на свежем воздухе как мы уже говорили не бойтесь сегодня знакомиться с новыми людьми а также переезжать и путешествовать сегодня достаточно хороший день для того чтобы довести все те дела которые вы никак не могли закончить еще в прошлом месяце и друзья у нас растущая луна значит она у нас растет и это дает нам прилив сил поэтому обязательно занимайтесь собой занимайтесь своим здоровым здоровьем а вот пассивность будет приводить к вспышкам агрессии поэтому также друзья обязательно начинайте не реализовывать те цели и задачи которые вы задумали что же касательно стрижки то стрижка сегодня поможет только тем чьи волосы медленно растут поскольку их рост заметно ускоряется а вот обладателям поврежденных волос надеяться не на что оздоровление волос на а если вы пострижетесь из расчета на то что произойдет какое-то оздоровление то это никак не повлияет благоприятный сегодня день для визита к парикмахеру когда вы с помощью новой стрижки можете увеличить свою проницательность и силу интуиции если вы сегодня планируете окрашивать волосы то здесь нужно быть предельно осторожными потому что нанесенный цвет будет достаточно долго держаться на волосах также постарайтесь сегодня провести укрепление волос для того чтобы улучшить их вид вот друзья у нас сегодня такая информация для вас на 17 сентября 2021 года